Так, залетаем сейчас сразу же. Ага, чё тут у нас люди? Давай, давай, в лосопед, быстрее ехай! Дэниел, Дэниел, давай! Первая пошла, Дэниел! Жми! Жми! Всё, хорош. О, блин, женщина аж упала ничком, хорошо позанималась. Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Димка, и я не могу не говорить просто без улыбки, глядя на эту игрушку. Джим Менеджер Пролог, эта игра скоро выйдет в полной версии, пока мы можем скатать в демку. Дмитрий Жимовой возвращается в новом обличье, чтобы создать ещё один спортзальчик. Эта женщина реально в шоке, поэтому залетаем. Итак, я родился уже в каких-то дырявых трущобах. Слышите музыкальное оформление в виде птичек? Вы узнаёте этих птичек, наверное? Я этих птичек слышал в Диман Гейминге, такие же звуки они издавали. Так, у нас здесь продают какие-то инструменты, а где мой реальный жим-то? А, жим от бати, ни хрена себе, это чё, мой спортзал или чё? Не, не может быть такого, чтобы это было моё заведение, где бы я занимался. Это чё за чел? Ёбаё! Ой, ёбаё, ладно, пусть он дальше занимается. Я не уверен, что это мой спортзал. А, вот это, походу, мой спортзал. Мой фитнес-центр, большая распродажа, уже какая-то тянка здесь стоит. Ё-моё, кто-то бананы насрал здесь уже. Блин, а чё так насрано-то? Ща, погодите, в честь открытия надо немножечко... Сразу же пригубить, сейчас будем открываться и расфармливать здесь баблишко. Я непопулярный, к сожалению, но ничего, сейчас мы поднимемся, будем хайповать. Опа, обратите внимание на наши раздевалочки. Что это такое? Лукер-рум. Подсматривающая комната? А сюда нельзя зайти ни в пацанскую, ни в женскую, вообще нихрена спать. Можно прямо на этой кровати. Ведро уже готово. И чё мы здесь можем? Ещё карту открыть, посмотреть. Всё, готово, инвентарь. Всё, теперь надо купить спортивное оборудование и расположиться. Сейчас, надеюсь, этот туториал от меня отстанет. По-любому нужны гантельки для подслежников специальные. Где они? Чё купить? Купить спортивное оборудование. Во, давайте вот это купим. Включил в полную версию. Блин, это демка. Так, вот здесь вот ляжки качаем, няшки. Вообще, вы будете заниматься, чтобы люди на вас смотрели так же, как это было в спортзале у Дмитрия Жимового. А вот здесь я когда прилягу поспать, вот тут будут потные мужики заниматься на этом ковре. Вообще отлично. И вот здесь прямо на ресепшене я хочу, чтобы кто-то занимался. Погоди, надо повернуть. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Я буду лично контролировать из-за своего ноутбука, как человек занимается. Чтоб он не отлынивал у меня. Э, толстенький, не хочешь здесь позаниматься? Я вам сейчас позанимаюсь здесь. Переверните знак. Итак, господа, мы открыты. Теперь мне нужно купить какую-то брошюру. Брошюра, а, это проспектик, наверное, для рекламы. Вот это мне нравится. Будьте чадом, раскройте свою силу. Теперь открыто, жим. 10 штук за 45 баксов. Я даже не знаю, где мое бабло, я купил, мне вообще пофиг. Во, у нас уже какой-то хорхи-мексиканец занимается в нашем спортзале. Вообще-то, посмотри, хорош. Блин, как же он пыхтит. Я даже понять не могу, как он реально сюда впендюрился. Короче, мне нужна бита. Я сейчас, блин, я даже биту не могу взять, я бы сейчас угрожал кому-то. Нам нужны женщины привлечь, чтобы, внимание, как вы, уходите. Флиртовать. Ох ты, нифига, вы слышали мой басочек Ризлера? Я богат. Ты такой смешной, вот мой номер телефона. Опа. Хоть я и смешной, но она уже готова. Так, что, давай встретимся позже. Э, она встретится, она мне дала мой номер телефона, не? Как вы? Уходите. Блин, у меня есть кулачки зато. А нафига здесь нужна отмычка? Уходите. Почему они не хотят со мной разговаривать? Как я выгляжу вообще? Опа. Найтклаб. Сейчас, погодите, залетим, посмотрим. Ну, Найтклаб, наверное, ночью работает. Да-да-да, днём он открытый. Закрытый, точнее. Клуб Малибу. Блин, что-то вспомнил, как пожарник, полицейский, байкер. И кто-то там ещё трясли жопами. В GTA Vice City. На танцполе. Ребята, вы давно хотели закупиться как следует с теми играми, но вы не знаете, как пополнить баланс своего аккаунта? О, нет, я не знаю. А для этого есть специальный сервис SteamCopyCode.com. С помощью него вы сможете просто дёшево и безопасно пополнить баланс своего аккаунта. А также через этот сервис вы сможете приобрести игры, недоступные в РФ. Данный сервис имеет самую низкую комиссию на рынке, а мой промокод Manover снижает комиссию пополнения на 2%, а также даёт скидку 10% на покупку игр гифтом. Допустим, я хочу пополнить баланс своего аккаунта Manover, вот сколько у меня тут, 1600 тенге находится. Всё, что вам нужно для пополнения, это указать свой логин в Steam, выбрать валюту, которая придёт вам на аккаунт, в моём случае это тенге, применить мой промокод Manover, а также пополнить. И баланс на моём Steam реально пополнился. Ого, ничего себе. А если вы хотите пополнить баланс зарубежного аккаунта, вы сможете это сделать через подарочные карты Steam, которые есть на этом сервисе. Ну и всё так просто, ведь Купикот это целая экосистема, где развивают честность и лояльность по отношению к каждому клиенту. Ссылка на данный сервис будет в описании, всем удачи. Короче, кто-нибудь абонемент возьмёт, вот тебе надо, Сирена Лоусон. Она с большой вероятностью может насрать у меня в спортзале, ты посмотри на эту женщину. Не член. Отлично, это то, что нам нужно. Это самое главное, что мы узнаём у женщины при знакомстве. Ну-ка, молодой человек, нихрена, чё за масочка, тенистый парень. Судя по всему, он из России, судя по его футболочке, вот там букву С я вижу. Как дела, бро, нужно что-нибудь? А, поделитесь каким-то бизнесом, чё у него есть? Незаконные добавки? Тестостерон? За 300 бачей можно купить и просто стать бебезьяной, саботировать другой тренажёрный зал. Так это реально похоже на Диман Гейминг симулятор. Погоди, у меня же брошюра. А, во-во-во, стой, дать брошюру. Покажи мне как, братан, позвольте показать мне вам путь. А, он пошёл уже в мой спортзал, надо было сначала с брошюрок начинать. Кто это такой? Гектор-Вектор, какой-то нефор, смотрите. Такие нам нужны. Всё, давай, иди. Вот ещё какие-то люди странные ходят. Блин, какие же у него подкрашенные глаза. Они тут чё, все из Болгарии косят под Валерия Леонтьева? Ой, Валерия, ой, извиняюсь. Под Филиппа Киркорова чуть не перепутал. Спортзальщик улица Фонарь. Нифига, я Лермонтова вспомнил, или кто там это писал? Аптека улица Фонарь. А чё так темно, алё? Короче, несколько человек я, по-моему, уже нанял. Вот ещё Аллу вот эту. Всё, чувствуете вонь вот этой качалки? Так, дамочка пошла под раздеваться. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, что-то меня чуть не прижало в этой дверке. Так, господа, женская сумка. Опачки. Так, не знаю, чё это было, если чё, это моё. Хватит срать у меня в спортзале, кто тут бананы раскидывает? Дэниел. Дэниел, пёс. Обмануть. Что значит обмануть? А, это хайпануть. Сейчас подбодрить сзади, я ещё и персональный тренер, кроме того. Эндрия, давай. Давай-давай-давай, Эндрия, я сейчас подстрахую тебя вот так вот сзади. Так, давайте я сейчас посмотрю, у вас вот это в кабинке всё в порядке, чистота. Ага, люди не хотят со мной даже общаться. Гектор-Вектор, отлично, отлично, отлично. Хорошо, пожалуй, на сколько раз? На 30? Хорош, хорош, у нас человек просто упал в отключку. Что здесь происходит? Почему он раздвигает... Почему он раздвигает булки? А, он очнулся. Всё хорошо, так, ботиночки я тоже украду, в секонд-хенд потом передам. На чай мне оставили. 450 баксов, это выручка. Блин, женщины просто с раздвинутыми ляжками падают в моём спортзале. Ничком. Ладно, я даже вместе с клиентами лягу спать в запахе пота. Блин, закрыть тренажёрный зал перед сном. Так, ребята, мы работаем всю ночь, но мне нужно поспать немножко. Мы как бы закрыты. Ё-моё, а чё люди подскальзываются на... А, они на банановой кожуре подскальзываются и чё-то из них вываливаются. Блин, у них, по-моему, перетрен. Так, ребята, завязывать надо немного поспать. Всё, как говорится, новый день, новый питоч. Сейчас мы ещё подзаработаем. Кого вот этот Дадди Джим? А можно пописать? Тут реально можно писать баночки с протеином. Сейчас обосу у них. Блин, моча не идёт. А, вот, пошла, пошла. Такое только в отцомском жиме. Эндри аж переоделась и переобулась. Сразу же пошла ко мне в спортзал. Ой, ё-моё, ты чё за чёл? Я вообще не понимаю, чё это за хайпажор? Я с ним даже базарить не могу. Чё этот хорхи полицейский бежит? За что мне штраф, я не пон? Что это ты там написал? Что ты дебил или что? Я не понимаю, нахрен... Чё он там написал? По-моему, он интроверт. Он даже побоялся ко мне в упор подойти. У нас есть женская сумка, которую я спёр. Продайте их на базаре или верните владельцу. Есть последствия. Я её сейчас продам кому-то. А, вот, наверное, базар. Шейдный продавец. Я прямо вижу, что он сам как шейд выглядит. Шейд переводится как тень, если что. Продать всё. Опа, я сбагрил. Хорошее дело с вами. Этому парню понравилось работать со мной. Погодите, так у него есть ещё и хайповые тренажёры для приседа. Нифига, ещё кроссовер за 492. Ты чё, их в магазине упёр в ближайшем? Блин, слушайте, я даже не знаю. Наверное, присед купим. Присед я специально купил с таким скоростной целью, чтобы подстраховывать каких-нибудь тянок, которые сейчас будут там у меня приседать в спортзале. Всё, короче, погнали. Так, залетаем сейчас сразу же. Ага, чё тут у нас люди? Давай, давай, волосопед, быстрее ехай. Дэниэл, Дэниэл, давай. Первая пошла, Дэниэл. Жми. Жми, блин. Жми. Всё, хорош. О, блин, женщина аж упала ничком. Хорошо позанималась. Блин, Алладин начал даже спортиком заниматься. Ты посмотри. Он ещё и имя сменил, чтоб я его не узнал. Александр. Прямо я буду контролировать вашу форму, когда вы будете заниматься. Я прямо вот здесь вот спать лягу, и чтобы, короче, все будут заниматься. Блин, Хорхе, чё у тебя с ногой? Ё-моё, по-моему, в трампункт это в наш договор не входило. Вы же договор не подписывали с моим спортзалом, по-моему? Блин, у вас сейчас банка лопнет от бабла. А, надо полку поместить. Я ж тут полку купил. И мы сейчас будем ещё спортпит продавать. Отлично. Купить добавку и поставить добавку на полку. Ща, короче, протеин купим самый забористый, Чтоб можно было просто со шприца его аж вкалывать в ляжку. Во, сапплмент март. Нам вот сюда надо. Так, и чё мы берём? Щас, короче, джентльменский набор. Массовый выигрыш. А, это гейнер. Это чтобы просто мутант масса 3000. Когда я его сожрал ложку, и у тебя сразу же плюс 30 килограмм, и ты просто жирным становишься. Так, берём массовый гейнер. Мультивитамины нам тоже нужны. Предтрены ещё понадобятся. Протеин обязательно. Креатин это вообще самое золото просто, которым можно банчить. Это просто так распирает. Я курсанул как-то банкой полтора месяца. Меня так расперло. Плюс... Сколько было-то? Плюс 5 килограмм? А, не, погоди, 68. Плюс 4 килограмма, короче, пришло. Но потом ушло всё равно. Но сила прибавилась. Нормально всё. Я вам говорю, как это мини-спортсмен такой. На творожок главное не забивайте просто. Блин, женщина аж сбила мужика. Она просто жёстко это пузырит. Терминейтор. Так, короче, мы выставляем креатин, протеин, мутант масса 4000 и мультивитамины. Это будет продаваться. Сейчас, 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 сейчас. Короче, вот это надо подзачистить, а то что-то люди у меня хлещутся. Чтобы люди не хлещались. Блин, я не хочу, чтобы они заявление вот этому хорхе полиции... А хватит тут переворачиваться! Я вас не знаю и вы меня тоже не знаете. Надо его выпнуть как-то из этого спортзала, чтобы его тут не было. Блин, хорошая игра, у неё прям потенциал. Есть ещё бы, знаете, освещение сделать нормальное. А то в прошлой игре про бэкрумсы мне сказали, Дима, да у тебя видеокарта уже плавится. Я прямо вижу, как ты калашом водишь в стороны. И там прямо след остаётся. Тут можно купить украшения, во! Чё тут написано? Силовой жим Лорем Ипсум. Это надпись, которую используют, чтобы шрифты проверять. Съешь этих мягких французских булок. Вот что это такое. Блин, нифига я шарю вообще. Вот это да. Так, сейчас мы, короче, куда-нибудь прямо надо мной повесим. Во, вот так вот. Звоните сейчас. Погоди, есть кулачки. Ой-ёй. Извините, мужчина, за то, что уложил вас очень жёстко на этом переулке. Вот так вот сейчас подходим просто в затылок. О, нет! Женщина упала ничком прямо на улице. Так, а я не могу смотреть на этот вражеский спортзал. Я сейчас пойду её обосну здесь всё. Я сейчас её прямо нас суну на дорожку. Всё-всё-всё, идите отсюда. Бегите в мой спортзал. Во, так они реально идут ко мне в спортзал сразу же после того, как я нассал. Так, Элла, давай-давай-давай. Так, присяд. Давай, я вместе с тобой. Ещё раз. Ещё на один. Ещё разок возьмёшь. Жми-жми. Чё там кому надо опять? Чё этот полицейский ко мне докопался? Чё надо-то? Вы должны немедленно выбить кричащего креда. Кто там орёт? Э, мент, иди отсюда. Ты чё орёшь, бля? Ты посмотри, как заорал-то. Так, во-первых, я твой рюкзак забираю. Сейчас мы тебе пресачок будем набивать. Он не хочет выйти. А, вот теперь он вышел на тот свет. Всё. С глаз моих, пожалуйста, запинайте его куда-нибудь под шконку. Вот сюда надо его венечком замести, и нормально будет. Так, бабки есть, всё есть. Какого хрена он закричал, я не понял. Нельзя здесь орать у меня в спортзале. Блин, она сломала жимовую скамейку. Ну, вумен-момент, а. Используйте гаечный ключ. Где он есть-то? Так, сейчас починим. Блин, ещё и бабло заплатить. У меня денег нету. Она сломала скамью, паскуда. Так, ливай отсюда. Всё, нельзя заниматься. Мужик жмёт сломанную штангу, она уже перегрелась, и пошла искра. Кто-то купил у меня добавку, отлично. В три дорого наценил. Они сломали вообще всё. Тут, походу, эта женщина позанималась. Да не ори ты, блин. Чё ты пыжишься? Спустись на землю. Куда ты заорал, блин, животное? Там всего лишь гриф был. А, ну ладно, тут по пятёрке висело. Чё ты орёшь, блин? Ничего тяжёлого нету. Иди переоденься. Не, вот этот момент, это, конечно, жёстко. Ёба, это чё за бандитка? Знаете, иногда я видел, по городу ездят машины, и там наклейка бандитка. Надо к этой хулиганке подказать. Или хулиганка там написано. Вы хулиганка, я сыщик. И кто бы на тебя не смотрел, уже мой завистник. Вы, блядь, всё переломали. Идите отсюда, шуруйте, бабки отдайте. Блин, я всё ещё в долгах. Короче, я спать. Наверное, всё само починится. Я не знаю, возможно. Так, минус семьсот, два бакса. Этот челик, который пердел тут ночью, всё ещё в себя прийти не может. Отличная бородка из барбершопа. Сейчас я тебя вразумлю, чтобы ты проснулся. Во, хорош. Короче, идите занимайтесь на сломанных тренажёрах. Мы уже давно открыты. Так, если вы занимаетесь здесь, идите ко мне лучше. Этот тренажёр, а боссом нельзя здесь заниматься, не злитесь. Блин, этот челик, чё, из постола сбежал или что? Как его там звали? Или Ларри, который книжки подписывал? Или Джерри? У него лицо ещё такое мерзкое на плакате было. Я всегда боссовал этот плакат. Давай, давай, шортики выше колена. Знаешь, кто носит? Всё нормально, спортпит купишь потом. Проседёшься. Этого парня разнесло от моего спортпита. Вот это жесть. Блин, это Элла переломалась. Нифига, у неё ляха вкачалась. Вы видели? У неё аж третья нога выросла просто. Или это не нога? Давай, Элла, так, вместе с тобой отжимаюсь. Ой, приседай, пока ты отжимаешься. Раз! Брэндон, давай, 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 давай. Раз, два, раз, два. Жим, лёжа, давай, подстрахую. Хорхе, сейчас тебе в усики прямо с шортиков со своих натрясу. Хорош, вообще нормально позанимались. Протеинчик нужен? Массовый гейнер нужен? Отлично. Креатин взяла? Разопрёт вообще нафиг. Чё ты бананы здесь насрала? Так, люди хотят у меня... Так, позвольте я вам цены. Короче, сегодня скидка, потому что я хочу выбрать 7 days to die. 7 days to dick. Оу, ея, я в плюсе. 77 баксов, я наконец-то могу починить жимовую скамью. Блин, она 82 уже стоит. Пресс ног. Чтобы эта женщина, которая креатинно нажралась, ляжками просто сломала мне. Ну вот это посветлее прикольно, да? Блин, прям как в хаос флиппере, да? Во, вот теперь какие-то добрые цвета. Цвет, знаете, овсянки какой-то. Вот теперь нормально, да? Ё-моё, этот чел даже отсыдил, аж подскользнулся. Как можно перегреть мат вот этот вот? Почему он искрит? Часть 11, саботаж. Разбить окна спортивного зала с молотком. Да не ори ты, блин. Я тебе поору, это конец подхода. Ха-ха, куда он исчез? А, он на помойку откатался. Так, здорово, это ты, браток. Ой-ё, по-моему, владелец спортзала меня заметил. Блин, вот это я вандальчик, я просто теневой штришок. Блин, менты меня уже преследуют. Мне бы где-нибудь переспать. В этом африканском городке, по-моему, еще не протянули свет. Это, по-моему, знаете, что мне напоминает? Эйкон Сити, вот что это. Да ё-моё! Вы же знаете, что рэпер Эйкон, там, какой-то африканский городок хотел себе построить. Вот там он всех заскамил на монеты. Так, а дальше что у нас? Тенистый материал. Теневой, наверное. Купить блокировку и использовать локпик. Ну давай мне пять отмычек. Теперь вы можете войти в секретные двери. Это в какие такие секретные двери? А, во-во-во, двери подсвечены. Нифига, мы можем что, вламываться в хаты? Так, надеюсь, никто не смотрит. Отмычка легкий, начать. Еба, еба, я еще... Я мало того манагер, я еще и боб. Теперь, так, погоди, щелкнуть, это как это... Есть, поймал. Так, первая пошла. Вторая, а, ну все понял, это как игра Тиф. Тиф была, Тиф. Сейчас ворвемся. Ебой. Вы украли 200 бачей? Ну это что-то вот на уровне Диман Гейминга, когда он торговал дискетками со взломанным амогусом. Вы украли три пятерочки? Нихрена у меня косарь баксов? Так это все уже, считай, можно сказать, жизнь-то пройдена? Ё-моё, у этой женщины точно была жизнь пройдена. Нихрена себе, вот это растяжка. Ну я так понял, это все, что было в этой демо-версии. Остальное, вот дубинка там всякая, будет доступна в полной версии. А также можно будет с тяночкой с какой-нибудь созвониться, я так понимаю. Давайте тогда вот здесь остановимся. Я сейчас подстрахую вот этого Оливера. Во, Оливер, давай, хорош. Все, ребятки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, Заходите в Дискорд, оставляйте комменты, поддерживайте Димку в Бупсте. Всем пока!